Меня зовут Павел, это Никита. Мы работаем в компании Lovar в студии разработки ChairDealers и занимаемся там обеспечением качества. Сегодня мы расскажем вам об инструментах автоматизации тестирования, которые мы разработали и применяем на нашем текущем проекте. Начнем. Для того, чтобы вы чуть лучше понимали, с чем мы имеем дело, я сначала вкратце расскажу о самой игре. Игра называется Amnotty Monster. Это мультиплеерная сессионная игра. В каждом матче участвует 6 игроков. Жанрово это пошаговая тактика, но игроки ходят не по очереди, а одновременно. То есть сначала у них есть порядка 30 секунд для того, чтобы запланировать действия, а потом запланированные действия всех игроков синхронно проигрываются. Игроки делятся на команды, герои и монстры. Цели и способы их достижения у команд разные. Помимо этого, там есть всякие заморочки, типа того, что игроки могут начинать играть за других персонажей в ходе одного матча. Или даже могут поменять сторону, то есть начать играть за другую команду. Персонажам доступно около 40 пушек и девайсов, а также чуть меньше 30 героических способностей. Это наш аналог ульты. В том числе способности с довольно замороченными механиками. Например, возможность взять под контроль другого персонажа и запланировать действия за него. Или, например, возможность до конца партии поменяться разумом с любым другим персонажем. Или, например, у монстра есть способность заражать, которая длится два хода и фейлится, если по монстру попадают. Все это, конечно же, друг с другом по-разному сочетается и порождает огромное количество самых непредсказуемых ситуаций. Ну и, собственно, необходимость постоянно проверять работу всех этих оружий, девайсов и способностей их комбинаций является одной из основных причин, почему у нас появились автотесты. Чтобы вам было чуть понятнее, я тут сделал гифку. Она, конечно, не прогрузилась и тормозит, но зато я успею рассказать, что там происходит. Игрок, который играет за персонажа Джой, использует телепорт для того, чтобы уйти от атаки монстра. В этот же ход Алан Раш бросает мину ловушку. Монстр в итоге промахивается и оказывается в уязвимом положении, чем герои, собственно, пользуются. И на следующий ход Джой использует героическую способность «Ударная волна», которая отбрасывает монстра на мину ловушку и, собственно, за один ход монстра убивает. Как вы понимаете, в такой комбинации пойти не так может примерно все. Идем дальше, и я чуть подробнее расскажу о предпосылках появления у нас автотестов. Первая предпосылка – это прошлое. Это то, что на нашем предыдущем проекте, Distrast, было довольно много инструментов тестирования, но автоматизации там не было. То есть у нас ближе к концу разработки были полезные штуки вроде автоматического запуска генерации нашей базы, нужное количество раз, и анализ результатов. Но это скорее были какие-то такие полезные бонусы, чем какие-то осознанные решения, которые мы планомерно вводили. И поэтому на следующем проекте инструментов автоматизации хотелось сильно больше, и хотелось делать их максимально правильно. Следующая предпосылка в том, что, собственно, вот это все, вся эта куча способностей, про которые я только что рассказывал, ее надо тщательно тестировать, потому что это core gameplay, и он обязан работать. Плюсом к этому, эти, ну и, соответственно, способностей много, и на тестирование этого всего уходит очень много времени. Помимо этого, эти способности в ходе разработки постоянно дорабатываются, перерабатываются, перенастраиваются, и довольно часто после этого что-то ломалось. Ну то есть риск регрессии там довольно большой. Следующая предпосылка это то, что это, в общем-то, мультиплеер, и для выполнения самых комплексных ситуаций, самых комплексных сценариев вручную нужно слишком много ресурсов, как человеческих, так и временных. У нас есть инструменты, которые позволяют моделировать такие ситуации в одиночку, но у этих инструментов тоже есть ограничения. Например, с помощью этих инструментов нельзя достоверно тестировать способности, которые связаны с полем зрения игрока, с тем, что вот он видит, что он там передает и все такое. Ну и, наверное, такая финальная предпосылка, она заключается в том, что в ходе многочисленных плей-тестов у нас довольно часто случались ситуации, когда игра рассинхронизировалась. То есть результаты хода у разных игроков были разными. И чаще всего так случалось как раз из-за использования способностей. Все это, в общем-то, дало нам понимание того, что именно тестирование вот этих механик, скорее всего, целесообразно автоматизировать. Как только, собственно, мы это поняли, встал вопрос о том, чтобы сформулировать требования к будущим инструментам. Мы постарались максимально осознанно подойти к этому вопросу. И, в общем-то, много с нашим техлидом советовались. И в итоге у нас получился примерно вот такой вот список. Я постараюсь сейчас немножко про этот список подробнее рассказать. Собственно, удобство и простота настройки — это про то, что пользоваться этими инструментами предполагается и разработчикам, и тестерам, и геймдизайнерам, и, в общем-то, на самом деле, любому члену команды, которому это потребуется. Поэтому работа с ними должна вестись через понятные интерфейсы, а настройка должна быть простой и удобной. Максимальная репрезентативность — это про то, что в инструментах автоматизации должна использоваться та же логика, что в самой игре, чтобы избежать ситуации, когда инструменты дают не ту картину, которая есть в игре. Максимальная абстракция — тут речь о том, что вся система, то есть я сейчас тут уже не про инструменты автоматизации, а про весь проект, вся система должна быть организована таким образом, чтобы можно было заменить любой боевой компонент на тестовый без влияния на результат. Например, заменить контроллер игрока на контроллер бота или заменить управление через интерфейс на управление из кода. Такие вот вещи. Отсутствие обратного влияния на игровую логику — это требование, которое так логично вытекает из предыдущего. Если грубо говорить, то это про то, что можно собрать и запустить проект, не используя никак тестовые подсистемы. То есть в боевом коде не должно быть ничего, что относится к тестовым инструментам. Несмотря на то, что они все довольно хорошо и глубоко интегрированы, они должны быть обособлены. Ну и, собственно, скорость выполнения — это, во-первых, про то, что автотесты должны быть не просто быстрее, чем ручное тестирование, но должны быть настолько быстрее, чтобы покрывать затраты на их разработку, поддержку и настройку. И, во-вторых, про то, что скорость выполнения тестов хотелось управлять. То есть это должны быть не просто тесты, которые на максимально возможной скорости хреначат, но тесты, которые можно для каких-то определенных целей, наоборот, проигрывать на скорости, приближенной к игровой. Так, собственно, в данный момент для тестирования, скажем так, боевки, если просто это называть, мы используем следующие инструменты. Про каждый из них поподробнее расскажет Никита, человек, который большинство этих инструментов разработал. Ну, собственно, Никита, тебе слово. Спасибо. Вниз. Спасибо. Вниз — это вперед. Первым нашим инструментом стали так называемые реплеи. Реплеи — это своеобразный слепок партии, который позволяет нам потом в ручном режиме эту партию воссоздать. Воссоздания ничем, в принципе, не отличаются от обычной игры, за исключением того, что человек, наблюдатель, сидит, он не должен ничего ни за кого планировать, он нажимает на одну кнопку буквально, и ход полностью проигрывается так же, как он проигрывался когда-то, собственно, в игре. При этом преимущество реплея в том, что его запускать можно с любого из доступных записанных ходов, во-первых, а во-вторых, прямо на лету можно переключаться между различными персонажами и таким образом смотреть на ситуацию с точки зрения каждого из принимавших участие в ней игроков. Второй еще очень важной особенностью является то, что с реализацией записи происходит не конкретно действий игровых, а намерение игрока, то есть там персонаж А запланировал выстрелить вот так, а уже во время симуляции прогона реплея используется текущая логика и настройки, и проверяется, насколько этот выстрел был вообще валидным, допускать его или нет, и что должно в результате произойти. Таким образом, реплей позволили нам не только получить инструмент для анализа багов, но и инструмент для верификации их исправления. Выглядит это примерно так. Мы получаем какой-то реплей с ошибкой, воспроизводим его руками, смотрим, где эта ошибка возникла, собственно, пытаемся понять, как и почему, заводим в багтрекинг задачу, описываем все это и пока что откладываем. Потом разработчики все чинят, задача возвращается на нас, мы берем тот же самый реплей, абсолютно загоняем его в игру, в симуляцию, доводим до этого момента, и если все как бы пошло ожидаемо, то баг не воспроизводится. Задача закрывается, все довольно счастливы. К сожалению, у такого подхода есть один минус. Пока правится один баг, может доделываться другой функционал, носиться какие-то другие изменения, и жизненный цикл одного реплея, он достаточно короток, и может случиться так, что реплей просто станет нерелевантным к тому моменту, как задача будет исполнена. Но это, к сожалению, издержки производства. И второй недостаток, у нас, к сожалению, мы видим только визуальную часть, видим только то, что видят другие игроки, поэтому мы не всегда можем сказать, даже если видим конкретный баг, почему он произошел, где лежат его причины, и даже толком иногда не получается его, собственно, описать. Следующим шагом стал автопрогон реплеев. То есть в какой-то момент мы поняли, что нас мало, а реплеев много, и занимает все это очень много времени, ручную тыкать, осматривать, к тому же глаз замыливается, становится сложно понимать, что происходит и зачем мы это делаем. Поэтому была написана система, которая занимается этим, собственно, за нас. Она берет каждый реплей методично, ход за ходом, прогоняет его. Сначала за одного персонажа, потом за второго, и так за всех участников сессии. Помимо, ну, параллельно с этим собирает любые ошибки, исключения, баги, и после общего прогона сравнивает состояние мира в течение каждого хода для каждого из игроков на предмет каких-то отличий возможных. Таким образом, на выходе мы получаем небольшой конкретный отчет о конкретной партии, в котором написано, вот на таких-то ходах были такие-то ошибки, и если вдруг случился рассинхрон, то вот с такого-то хода что-то пошло не так. У персонажа А одна ситуация, у персонажа Б совершенно другая. К сожалению, и у этого метода тоже были недостатки. Он ориентируется только на один файл одного конкретного игрока. Поэтому, если возникает какая-то проблема именно не с логической частью игры, а с сетевой взаимодействием между клиентами, то такой метод, к сожалению, не в состоянии уловить подобные проблемы. Ну и второй недостаток в том, что с реализацией игрового состояния нужно подходить к ней очень аккуратно, чтобы не с реализовывались лишние сущности, которые, в принципе, к игровой логике не имеют никакого отношения, потому что иначе в отчетах будет очень много расхождений, которые на самом деле расхождениями не являются. Параллельно со всем этим у нас шла у разработчиков работа над созданием ботов. Это искусственный интеллект, который управляет персонажами. Боты нужны игрокам для того, чтобы практиковаться на них, разбирать какие-то механики. Также ботами заполняются матчи, в которых не набралось достаточное количество игроков. Поэтому боты должны быть очень выполнены на достаточно качественном уровне и, в принципе, довольно приближены к игрокам. В частности, с этой позиции мы создавали не просто два вида ботов, герои и монстры, а их еще различные стратегии. Например, это очень скрытный подлый монстр, который бегает по углам, скрывается от всех и в тихушку заражает невинных людей. Или монстры, которые, наоборот, врываются в замес и попытаются забрать с собой на тот свет как можно больше героев. Ну и также среди героев есть те, которые очень миролюбивые, бегают, спасают гражданских. А есть те, которые хватают пушку и бегут выслеживать у монстров и истреблять их. И так как все это очень много сущностей, боты должны быть очень стабильными, вести себя так, как мы от них ожидаем. Был разработан такой инструмент, как матчи, в котором все шесть игроков — это, собственно, боты. И это позволяет наблюдателю сидеть спокойно в кресле с чайком и смотреть, как бот ведет себя ход за ходом, какие решения он принимает, анализировать его поведение и, в случае чего, вносить какие-то правки в то, как все это действует. И когда прошло достаточное количество циклов вот такого отсмотра, мы поняли, что боты уже достаточно убедительно играют и решили переиспользовать этот инструмент дальше в качестве такого абстрактного генератора возможных игровых ситуаций. Потому что, как Паша говорил, обилок у нас очень много, сочетаний и того больше, и руками все это отсматривать и проверять просто невозможно. А боты иногда подкидывают такие решения, которых мы даже никогда бы и не догадались, что у нас так в игре можно делать. Вот. И к тому же матчи ботов можно пригонять на увеличенном таймскейле, то есть в десятки раз быстрее, чем это бы делали реальные игроки, и оставлять их на ночь и, грубо говоря, с утра приходить, собирать и смотреть, что-то пошло не так или все у нас замечательно. Во время матча ботов, конечно, также сформировывается отчет о том, были ли в процессах какие-то ошибки, исключения и прочие подозрительные места. Вот. И все это привело нас к самому главному, наверное, и масштабному инструменту, это автотесты по сценариям. К нему, на самом деле, было две больших предпосылки. Во-первых, на любом проекте, наше не исключение, всегда есть места, очень конкретные, очень понятные, которые по каким-то любым причинам ломаются каждую неделю, два-три дня, которые надо постоянно проверять, актуализировать, проводить вот эту бесконечную регрессию. А второй кейс был как раз обратно немного про очень сложные, непостоянные, странные сценарии, которые требуют концентрации трех-четырех человек, чтобы просто это воспроизвести, попробовать. Конечно, времени у нас на это не было, поэтому было, собственно, принято решение отдать это на откуп автоматизации. Автотесты по сценариям должны быть, настраиваться, создаваться, очень понятно, у нас это реализовано через редактор, и, в принципе, использовать может любой участник проекта для того, чтобы сделать с этим что угодно, настроить какой-нибудь, собственно, тест и посмотреть, как это выглядит в игре. Сам сценарий выглядит вот примерно следующим образом. Плохой скриншот из редактора Unity. Здесь описана ситуация, которую Паша демонстрировал на самой первой гифке. Вкратце о том, как все это настраивается. Вот здесь большой первый блок. В нем мы выбираем, сколько персонажей будет участвовать в симуляции, а также настраиваем им какие-то значения, в общем, инициализации. То есть сколько у него на старте здоровья, энергии, какие у него там пушки в руках или эффекты. Второй блок – это вот он здесь, ходы, где для каждого хода мы говорим, что такой персонаж будет идти туда, а такой персонаж будет стрелять вот сюда. И третий блок – верификация, которая отрабатывает после собственной симуляции, проверяет какие-то простейшие вещи на, грубо говоря, истинную ложь. То есть там у персонажа А 20 здоровья, персонаж Б – мертвый, у персонажа С осталось 3 гранаты в руке. Ну и есть очень маленькая настройка, которая позволяет прогонять весь тест от лица одного персонажа или от всех, которые были указаны вот здесь, в этом блоке. Таким образом, мы не только проверяем, что конкретно обилка отрабатывает правильно, а более того, что она отрабатывает правильно всегда, везде и для всех участников этого действия, даже если персонаж не застал само действие. И по прошествии автотеста формируется также маленький отчетик о том, были ли какие-то ошибки перехвачены в процессе, плюс все ли верификаторы вот эти правильно отработали, ожидаемо, если нет, то какие именно сфейлились, для того, чтобы мы смогли быстро анализировать и понять причину. А также, если была указана галочка проигрывать за всех персонажей сразу, то мы видим, был ли какой-нибудь рассинхрон в процессе проигрывания. Вот. Вот так выглядят вот эти вот настройки в тестовой карте. Абсолютно та же самая ситуация, но в этот раз уже не персонажи, не игроки в смысле задают действия персонажам, а действия точно так же подтягиваются просто и с кода. Здесь она проигрывается супер медленно, прям в разы даже медленнее, чем в обычной игре. Поэтому можно сказать, что при настоящем прогоне автотестов ну буквально в сотню раз быстрее все это происходит, что позволяет нам достаточно быстро прогонять всю базу тестов, какой бы она ни была, и это служит своеобразным индикатором готовности билда к передаче на, ну если там какие-нибудь мажорные косяки. Вот. Пока мы все это делали, нам очень сильно помогали не только наши руки и смекалка, но и дополнительные флагины для Unity, которые, я думаю, тоже можно будет использовать на других проектах, потому что они дают очень большие возможности для выбора. В первую очередь это консоль Pro, которая позволяет логи, отправляющиеся в консоль, делить не просто на обычные предупреждения и ошибки, а настраивать их более аккуратно, приписывать им какие-то компоненты, делать по ним поиск, группировать их вместе, что, в общем-то, очень сильно облегчает процесс поиска каких-то проблем из файлов логов. Во-вторых, это Full Serializer, плагин для, собственно, сериализации, десериализации игровых объектов, который нам очень сильно упростил жизнью при работе вот с реплеями и всем, что с ними связано. И третий замечательный плагин – это Full Inspector, который очень сильно расширяет дефолтные возможности Unity, позволяет нам настраивать вот сценарии таким образом, каким я показывал до этого. При этом, в принципе, интерфейс достаточно понятен и доступен не только программисту и тому, кто это писал, а и, собственно, любому члену команды. На этом я передаю слово Павлу. Ага. На самом деле почти все. В завершении я бы хотел немножко рассказать про наши планы по развитию этих инструментов. Мы планируем развивать матчи ботов и научить их работать с разных компьютеров по сети. Таким образом, они будут, во-первых, еще больше похожи на реальную игру, во-вторых, позволят нам отлавливать сетевые ошибки. Помимо этого, хочется обложить искусственный интеллект ботов подробными логами и анализировать отклонения в поведении. В автотесты по сценариям хочется добавить более сложных верификаторов, в том числе верификаторы, которые будут использовать формулы с параметрами, которые берутся из настроек оружия, персонажей и тому подобного. Это позволит нам упростить их актуализацию и поддержку. Ну и, конечно, хочется увеличивать число самих сценариев, чтобы покрыть ими максимум ситуаций. У нас сейчас порядка сотни сценариев, но на самом деле большая часть из них была создана по следам багов. Хочется, во-первых, так построить процесс, чтобы для каждого бага про эту механику, для которого понятны шаги воспроизведения, вместе с заведением бага в баг-трекер создавался соответствующий автотест, то есть поставить это прямо на процесс. А во-вторых, хочется заморочиться и создать сценарий на каждый позитивный тест для каждого оружия, девайса и способности, чтобы это выросло в полноценную базу регрессии, которой можно будет пользоваться и на релизе, и после релиза, и которая будет нас более-менее обезопасивать. Собственно, наверное, у нас все. Я в качестве заключения так немножко скажу про то, что автотесты в тестировании игр – это тоже вполне себе реальность, вполне себе инструмент. Тут главное понять, как к этому подойти, понять, что именно вы хотите автоматизировать, и понять, насколько вам это действительно нужно, насколько это окупится. Собственно, на этом все. Спасибо вам. Надеюсь, это было полезно. Задавайте вопросы. Не расходимся. Тут будет закрытие дальше. А пока можно на вопросы. Ты-то куда? Так, я хотел бы вернуться к тому моменту, из-за которого заварилась вся каша. То есть вы говорите, что каждый раз, когда вы добавляли новую бизнес-логику, новые скиллы, у вас частенько возникали проблемы с рассинхронизацией. Вот у меня возникла такая ассоциация с тем, когда работаешь с сериализацией данных по сети, можно использовать автоматический сериализатор, а можно писать данные и читать их руками. Иногда так делают. И тогда бывает что-нибудь не так прочитал, записал, сломал сессию. Мне здесь кажется, игровая логика, она должна быть так написана, бизнес-логика должна быть отделена от самого процесса сессии. И тогда как бы мы не добавляли новые скиллы, единожды написанная вот эта система синхронизации не сможет сломаться. То есть поправьте меня, если я не прав, если я вижу в этом что-то общее. Ну, наверное, здесь речь скорее про то, про то, что сами эти способности, они иногда в каких-то деталях перепридумывались. Здесь, когда мы говорим про синхронизацию, мы говорим про какие-то логические нестыковки, которые более того обусловлены тем, как у нас проигрываются все эти действия. Там есть зависимость от видимости, от всего этого. Не очень где-то правильно организованная система, но на самом деле это нормально организованная. Мы там тоже делаем, вносим туда правки. Вот, ну не знаю, может быть, может быть, и право бы. Вопрос просто о том, как бы я же не вижу систему изнутри. То есть, может быть, это гораздо сложнее, чем вопрос с сетевым обменом, который мне пришел в голову к аналоге. Может быть, здесь так сделать и нельзя. Ну, ладно, да, вам направление подумать. Ну, вот, может быть, Никита хочет что-то добавить. Что тебе? Так, сейчас. Вот так слышно, да? Маленький комментарий, да? У нас нет такого понятия, как синхронизация сессий между клиентами в процессе игры. То есть у нас есть гарантия того, что игра начинается одинаково на всех клиентах, а потом по сети мы передаем не какие-то данные о мире, а просто, ну, как намерение игроков. Там персонаж А запланировал действие Б. И как бы наша цель построить всю систему таким образом, чтобы нам не нужно было каждый год по-жёсткому синхронизовывать состояние шести клиентов, а таким образом, чтобы какое бы состояние у клиента не было, когда ему приходит сообщение о запланированном действии персонажа А, оно отрабатывает всегда одинаково на всех клиентов вне зависимости от состояния. Ну, я как бы говорю про общую ситуацию. У нас даже нет сети. Даже, допустим, вы локально прогоняете вот этот тест, в котором есть несколько игроков. И вот вы говорите, что возможно такая ситуация, что у нас есть игрок А и игрок Б, ну, или бот А, бот Б, и они крутятся в одном тесте, и мы переключаемся между вот этими ботами и смотрим, и они видят разные вещи. То есть мне кажется, что если разделить абстракции особым образом, то можно было бы написать логику новой обилки таким образом, чтобы было гарантировано, что между тем, что видят эти боты, не случится рассинхронизация. А, ну, это, конечно, просто проект в процессе со своего создания претерпел множество изменений, отчасти из которых мы там впоследствии отказывались, и в итоге очень хотелось бы, конечно, добиться такой логики и такого поведения, но на текущий момент это требует там безумного объема работы, рефакторинга и переделывания систем. Поэтому мы, к сожалению, да, не сможем себе этого позволить. Понятно. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос у меня такой. Я, правда, начало прослушал. Извините. Я так понимаю, игра у вас на Unity, да? Да. И вот эти тесты, они работают тоже в запущенной Unity, просто в каком-то ускоренном режиме, да? Ну, да, в редакторе. Вопрос, сколько все тесты по времени примерно проходят, и хватает ли там машины для этого? Хватает, но это там зависит. Ну, ты скажем, день или это там 30 минут? Нет, нет, их можно там на скорости там x200 прогнать. И сколько это времени занимает? Масштаб. Ну, порядка нескольких часов. То есть, ну, условно говоря, вечером с работы уходишь, ставишь, утром приходишь, все готово. И тогда вот в связи с этим, вы думали ли как-то это ускорять? Была ли такая потребность? То есть, например, чтобы Unity работала без графики или как-то какой-то другой симуляционный бокс, там, может быть, как-то это масштабировать? Думали ли на такой проблеме? Думали, более того, мне кажется, прямо на самом старте думали. И, ну, там, посовещавшись с нашим техледом, решили, что это с определенной вероятностью будет нам погоду показывать. То есть, это вот Павел сам вначале говорил, да, про наши требования. Одно из этих требований – это релевантность, максимальная приближенность к игровой логике. И, например, когда мы обрываем всю графику из игры, да, и она, конечно, будет гонять там на 100 тестов в секунду, но есть какие-то моменты, в том числе, там, связанные с графикой, которые могут просто пойти не так. Понятно, спасибо. Еще вопросы? Большое спасибо за доклад. Немножечко вдогонку вопрос, который задал человек. Вы думали о создании некоторой билд-машины, которая, в общем-то, сама это все делала, и на каждый сабмит практически так и делала, некоторый набор тестов запускала, и можно было понять вообще, где что пошло не так, где что поломалось? Да, но это, наверное, вот были планы на будущее, а это, наверное, еще на будущее. Хорошо. Хочется надеяться, что этот проект будет жить и преуспевать, а сама идея проекта про то, что он пронадолго, и мы надеемся, что у нас будет время и возможность для того, чтобы и до такого дойти. Здорово. И вопрос вообще просто про автоматизированное тестирование. Когда вы применяли, я правильно понимаю, что все, ну, как вы сказали, заметили, написано на Unity, вы рассматривали другие готовые фреймворки, там, на Ло, на Питоне, может быть, опыт других коллег в автотестах на интеграции? Ну, смотрите, мы… Вы имеете в виду, что именно сами автотесты писать на каком-то другом? Нет, хотелось, на самом деле, не знаю даже, с чем это связано, но вот как-то мы посовещались и решили, что это должно быть как-то максимально нативно, и довольно быстро приняли решение писать это на том же, на чем мы и игру пишем. Хорошо, большое спасибо за доклад и за ответы. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос такой, когда разработчик, например, делает новую фичу, он создает автоматические тесты или же он тестерам отдает? Если он сам это создает, то сколько это времени занимает? Или же тестеры все-таки делают? Пока, ну, мы… Я думаю о том, чтобы вот это в том числе, когда я говорю про то, чтобы построить так процесс, в том числе хочется и работу разработчиков так организовать, чтобы они, соответственно, автотесты создавали сразу, как… То есть сейчас это делают тестеросчик? Скорее, да, сейчас это скорее все про нас. Ну, то есть нет, просто нет такой системы. Бывает, что и разработчики, но просто это не обязательный, не до конца поставленный процесс. Про то, сколько занимает времени, ну, на самом деле, наверное, для каких-то там самых сложных ситуаций это… Ну, то есть, если про один сценарий говорить, там, скорее всего, будет, как вы понимаете, там не один, да, для… Если там мы про какую-то фичу говорим, то, да. Ну, это, не знаю, минут 5-7 на какой-нибудь, прямо, ну, навороченный, когда надо там спаунпоинты, кастомные задать новые, придумать этот сценарий, как он должен воспроизводить, ну, типа, проигрываться. Для каких-то попроще, но это прямо быстро. То есть это прямо просто накидал… Ну, буквально так вот, как это писать, если, да. Понятно. То есть получается, у вас сейчас на каждую задачу от разработчика создается свой автотест. Или вы же руками также продолжаете тестировать? А мы продолжаем тестировать руками какие-то, ну, какие-то кейсы, которые нам кажется, что надо обязательно зафиксировать. Мы фиксируем какие-то… Ну, короче, это пока тоже вот не до конца система, да. Это вот тоже ближайшие планы.